Подарок молодым инженерам и педагогам сегодня достался новый учебный корпус, расположенный по улице Туркестанской. События долгожданные, ведь реконструкция здания длилась несколько лет, и вот теперь торжественное открытие. Ответственную миссию возложили на заместителя Акима области, а Лебектаеву доверили перерезать праздничную ленту. После официальной части открытия корпуса состоялась экскурсия. Почетные гости прошлись по просторным коридорам четырехэтажного здания, осмотрели аудитории, посетили занятия, познакомились с преподавательским составом и пообщались со студентами. Наш университет успешно развивается в стране уже на протяжении 22 лет. Мы достигли больших высот и намерены двигаться дальше. Мы стремимся к светлому будущему, а именно иметь статус, как у Кембриджского и Гарвардского университетов. У нас налажены тесные связи со многими зарубежными вузами. Оценить новый учебный корпус университета смогли и иностранные ученые. У арабского профессора Нассера Вахдана сложились только положительные впечатления. Замечательный университет. Этот вуз имеет большое будущее. Он работает в правильном направлении. Тут очень много студентов различных национальностей. Казахи, русские и даже англичане. После небольшой экскурсии гости отправляются на научно-практическую конференцию, посвященную 60-летию со дня рождения учредителя университета Бахтияра Юнусова. Ученые из Казахстана, России, Кыргызстана, Египта и Турции. Каждый приехал с докладом. А тема для всех одна – выбор современной профессии молодежи и актуальные проблемы формирования квалифицированного специалиста. Это классный университет, и я хочу поздравить всех с открытием нового учебного корпуса. Надеюсь, что конференция будет полезной для многих – и для преподавателей, и для студентов. В течение двух недель на базе этого университета мы будем преподавать английский язык. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем шымкентскую молодежь в наш клуб на обучение. Конференция будет проходить в новом корпусе университета. Ожидается, что в ходе научных дискуссий ученые поделятся накопленным опытом в исследованиях и обменяются своими теоретическими наработками, которые станут полезны как в научной, так и в преподавательской деятельности.